МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа ЛАТОР. В студии работает Наржамал Бурханова. Сегодня с утра на Старой площади стали собираться сторонники Садыра Джапарова. Ближе к полудню их было уже около полутора тысяч. В то же время после двух часов дня у здания Медиафорум тоже начался митинг. В нем участвовали сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Там были также и сторонники Эмирбека Бабанова. Затем они маршем двинулись к центру города на площадь. С их прибытием в Бишкеке произошли стычки митингующих. Группа участников митинга в поддержку Садыра Джапарова закидала камнями митинговавших в поддержку Эмирбека Бабанова. Среди них был и бывший президент Алмазбека Атамбаев. Под градом камней участникам митинга пришлось отступить. В настоящее время трибуну на Старой площади и пространство около нее заняли митингующие в поддержку Джапарова. Группа участникам митингующих в поддержку Эмирбека Атамбаев. Уважаемые конкурси и коммунисты. Возвращаемые конкурса к Садыра. Уважаемые конкурса к Садыра! Субтитры делал DimaTorzok Кандидат от партии Томикен Телег Токтагази предположительно ранен. На кадрах видно, как его уносят с площади на носилках. По некоторой информации он получил ранение в голову камнем. Сообщается, что сторонники доставили его в больницу в бессознательном состоянии. По мере поступления информации мы сообщим о состоянии здоровья Токтагазиева. В Вишкеке введен режим чрезвычайного положения. Указ подписал президент Сурамбай Джейнбеков. В связи со сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков, в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики и Конституционным законам о чрезвычайном положении исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан и их безопасности, а также в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведение общественного порядка на территории города Бишкек постановляется. Чрезвычайное положение вводится на территории Бишкека с 20 часов 9 октября и до 8 утра 21 октября. Комендантом столицы на период введения чрезвычайного положения назначен замминистра внутренних дел Алмазбек Орузалиев. Определены следующие чрезвычайные меры, временные ограничения прав и свобод граждан и их дополнительные обязанности на территории города Бишкек. Постановляется вводить комендантский час, вводить особый режим въезда и выезда граждан, запрещать отдельным гражданам покидать на установленный срок свой дом, квартиру либо место временного проживания, привлекать к охране общественного порядка стратегических объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, подразделению полномоченных госорганов, ведающих вопросами обороны и внутренних дел, запрещать проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов, выдворять нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности, в том числе иностранных граждан, за их счет к месту своего постоянного пребывания или за пределы местности, где объявлено ЧП. В целях обеспечения деятельности предприятий и организаций по производству и поставкам продукции вносить изменения в планы их работы, устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений и организаций, а также решать другие вопросы и хоздеятельности, запрещать увольнение рабочих и служащих по собственному желанию, кроме случаев увольнения по уважительным причинам, вводить контроль за средствами массовой информации, если эти средства могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на территории, где объявлено ЧП, вводить особые правила пользования связью, ограничивать движение транспорта, в том числе иностранного, и проводить их досмотр, за исключением транспорта ДИП-служб, проверять документы в местах массового скопления граждан, вводить для граждан, проживающих на территории, где объявлено ЧП, принимать заблаговременные меры по обеспечению собственной безопасности, коменданту принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности, защиты жизни и здоровья граждан на территории города Бишкек, Министерству внутренних дел, Госкомитету нацбезопасности, а также Генштабу вооруженных сил, другим задействованным госорганам и органам местного самоуправления оказать всемерное содействие коменданту всеми имеющимися силами и средствами в обеспечении безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, Генштабы вооруженных сил, ввести на территорию города Бишкек воинские формирования с военной техникой для организации блокпостов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения, Верховному суду Крыгойской Республике предоставить право изменять территориальную подсудность гражданских уголовных, административных дел, дело проступков, а также материалов досудебных производств на территории города на период действия ЧП Генеральной прокуратуре Крыгойской Республики Обеспечить надзор за соблюдением законности при реализации мер временных ограничений, установленных настоящим указом, предоставлять право изменять установленную законом подследственность на территории города Бишкек на период действия ЧП Правительству Крыгойской Республики предусмотреть необходимые средства для обеспечения режима чрезвычайного положения СМИ в период введения ЧП в целях исключения нагнетания сложившейся обстановки распространять информацию, предоставленную комендантом Направить настоящий указ в Джугур-Кукинеж Крыгойской Республики указ вступает в силу с момента подписания Президент Сурумбайджейнбеков освободил Куатбека Буронова от исполнения обязанности премьер-министра Глава государства подписал указ, согласно которому в соответствии с конституционным законом о правительстве Крыгойской Республики от исполнения обязанности премьер-министра освобожден Куатбек Буронов Основанием стало заявление Буронова Также президент подписал указ об отставке правительства сообщает отдел информационной политики аппарата президента В соответствии с указом лицами, занимавшими должности первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров и членов правительства будет продолжено исполнение обязанностей членов Кабмина соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава правительства Раимберди Дюшимбиев освобожден от должности начальника генерального штаба вооруженных сил соответствующий указ подписал президент Сорумбай Джейнбеков Другим указом главы государства на эту должность назначен Талайбек Эмиралиев Орусбек Опумбаев освобожден от должности председателя ГКНБ соответствующий указ подписал президент Сорумбай Джейнбеков Президенты Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приняли совместное заявление о событиях в Кыргызстане передает КАСИнформ со ссылкой на пресс-службу АКОРДЫ В заявлении говорится Происходящие события в братском Кыргызстане вызывают нашу серьезную обеспокоенность Мы как близкие соседи, связанные многовековыми узами дружбы, добрососедства, общих культурных и духовных ценностей призываем народ Кыргызстана в эти сложные дни проявить присущую ему мудрость ради сохранения мира и восстановления стабильности в стране Выражаем надежду, что все политические партии и общественные круги Кыргызстана приложат необходимые усилия для обеспечения мира и спокойствия решения возникших вопросов при непременном соблюдении Конституции и национального законодательства Благополучие Кыргызстана является важным фактором региональной безопасности и устойчивого развития всей Центральной Азии Наши страны имеют одно прошлое и строят общее будущее Разделяя общие цели, наши государства активно укрепляют региональное сотрудничество по расширению торгово-экономических, инвестиционных, транспортно-коммуникационных и культурно-гуманитарных связей, приграничного и межрегионального взаимодействия Двигаясь по пути дальнейшего укрепления Центральной Азиатской солидарности мы всегда будем поддерживать народ Кыргызстана в его стремлении к единству, мирному, независимому развитию и процветанию ООН заявила, что обеспокоена сложившаяся ситуация в Кыргызстане и готова оказать необходимую помощь и поддержку стране для стабилизации общественно-политической обстановки Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стеван Джуарек сообщил о готовности оказать необходимую помощь и поддержку республики для стабилизации общественно-политической обстановки Мы очень обеспокоены ситуацией в Кыргызской республике Специальный представитель генерального секретаря по Центральной Азии Наталья Герман внимательно следит за ситуацией и поддерживает контакты с высокопоставленными должностными лицами Кыргызстана, чтобы изучить пути, с помощью которых Организация Объединённых Наций может помочь стране найти мирное решение в нынешней ситуации. Постоянный координатор также находится в контакте с властями Бишкека. И до тех пор, пока не будет достигнуто решение путём переговоров, мы призываем кыргызстанцев поддерживать верховенство закона в стране и продолжать применять меры по недопущению насильственных действий. Сегодня перед железнодорожным вокзалом собрались участники мирного марша «Страна без ОПГ», который организовали гражданские активисты и народные дружинники. В основном на марше присутствовали представители молодого поколения. Главным посылом было то, что нужно не допустить, чтобы страной правили преступники, взяточники и члены ОПГ. Экспрезидент Роза Утумбаева призывает к примирению все политические силы. Об этом она заявила на встрече с политическими экспертами и общественными деятелями. Все политические партии борются за власть, не слушают друг друга и не могут прийти к соглашению. Все наносит ущерб целостности страны в личных целях, сказала Утумбаева. «Все это связано с победой правящих партий. С тем, что партии, которые еще не приняли план по утверждению состава правительства, не доверяют друг другу. Но я призываю к диалогу, стабильности в стране. Можно добиться только вернувшись в правовое поле. Я готова выступить посредником между сторонами, которые не смогли прийти к соглашению». Заявлением из-за сложившейся ситуации выступили старейшины Джалабадской области. Они призвали политические партии и другие силы прийти к соглашению и миру. И подчеркнули, что все вопросы должны решаться исключительно в правовом поле. Мы должны держаться подальше от незаконных действий дележки портфелей, заявили старейшины. Во имя будущего и стабильности нашей страны народ должен объединиться и не поддаваться на провокации. «Молодые люди не должны становиться инструментом для отдельных лиц для достижения личных целей», – говорится в заявлении Совета Аксакалов Джалабада. «Все, что наблюдаем сегодня, – это неправильно. Мы живем в стране, где должны соблюдаться законы. Все назначения должны быть легитимными. Мы призываем все стороны к применению». «Когда речь идет о власти, некоторые молодые люди забыли о главной цели, ради которой вышли на площадь. Мир превыше всего. Им нужно быть более разборчивыми в политситуации. Нужно прислушиваться к советам. К сожалению, некоторые молодые люди и другие политсилы разрушают страну, не думая о будущем». «Давайте решать все возникшие проблемы с умом, без рационального подхода, взвешивания всех за и против. Мы не можем выйти из этой сложной ситуации. Я призываю все силы объединиться и работать во имя целостности страны». Между тем, обстановка в городе и районах Таласа спокойная. В течение минувшего дня сотрудники правоохранительных органов при содействии волонтеров и дружинников смогли обеспечить сохранность зданий всех стратегических и коммерческих организаций. Фактов разграбления и мародерства не зафиксировано. Месторождение Джируи, на которое ранее было совершено нападение, находится под охраной. «Отмечается, что к обеспечению общественного правопорядка подключаются все больше народных дружинников». «Мы понимаем важность обеспечения безопасности каждого гражданина. Весь состав правоохранительных органов к этому полностью готов. Созданы народные штабы. На данный момент во всех районах области мы поддерживаем общественный порядок». Мэр Узгена и первый вице-мэр вернулись на свои рабочие места. Об этом агентство «Турмуш» сообщил Айким Узгенского района Болот Дейкомбаев. Он отметил, что все должно вернуться в правовое поле. Также он сказал, что первого вице-мэра Шакира Мамадалиева вынудили написать заявление об уходе по собственному желанию. Временно исполняющий обязанности мэра ушел. Все должно быть в рамках закона. Накануне Шакир Мамадалиев вернулся на работу. Мэр Мухтарджон Халматов тоже вернется. С 5 октября он лечится в больнице. Если ему станет лучше, то выйдет на работу сегодня или 12 октября. В районе общественно-политическая обстановка стабильная. Центральная избирательная комиссия примет решение о назначении повторных выборов депутатов Джулор Кокинеша в срок до 6 ноября. При этом Центр Сбирком считает важным до назначения повторных выборов на законодательном уровне принять изменения в избирательное законодательство в части снижения избирательного порога и размера избирательного залога. Вопросы изменения порядка применения права смены избирательного адреса заявления по форме 2 в части однократности смены избирательного адреса, запрета смены участка в пределах одной области, а также завершения приема заявлений за 30 дней до голосования. Вопросы законодательного регулирования участия в повторных выборах политических партий, действия которых послужили основанием для признания недействительными результатов выборов. При этом ЦИК отмечает, что законом предусмотрен запрет на участие в повторных выборах в отношении кандидатов, чьи действия послужили основанием для признания выборов недействительными. Вопросы участия в повторных выборах политпартий, допускавших нарушения в ходе выборов, требуют законодательного регулирования. Напомним, 6 октября ЦИК признал недействительными итоги голосования на выборах депутатов Джокур-Кокинеша, прошедших 4 октября. Кроме того, решено направить в Генпрокуратуру и МВД поступившие в ЦИК заявления 12 политических партий. Межведомственная группа возбудила дело по факту убийства Умитбека Алтынбек-Улу, сообщили, агентству Акипресс в прокуратуре. Умитбек погиб в результате беспорядка в Бишкеке. В ночь на 5-6 октября он был госпитализирован в национальный госпиталь. Он находился в тяжелом состоянии. По предварительным данным, он получил серьезное ранение ноги в результате взрыва светошумовой гранаты. Умитбек родился 15 июня 2001 года в селе Харабулак Лейлекского района Баткенской области. В Ницо получают лечение 88 пострадавших во время беспорядков в столице. Об этом сообщил директор центра Сабербек Джумабеков. Так, 5 октября поступили 20 человек с тяжелыми травмами. Джумабеков отметил, что в центре за ночь проведено 88 операций, а за 3-4 дня поступило более 600 пострадавших, избитых, получивших травмы от резиновых пуль и шумовых гранат. Джумабеков отметил, что запас лекарств на экстренные случаи есть всегда, и все они были использованы. Поэтому сейчас нужны лекарства, медоборудование и кровь. С 5 октября не прекращаются незаконные захваты офисных и административных зданий. Тем временем в Кыргызалтыне приехали несколько неизвестных лиц, захватили здание и попытались сменить руководство. Отстоять компанию удалось благодаря дружинникам. Сейчас компания работает в штатном режиме, но попытки захвата не прекращаются. Отметим, что Кыргызалтын производит 97% золота страны в рамках совместных проектов. Является третьим по увеличению производителем золота в СНГ. Силами сотрудников нашей организации мы сумели их остановить, не пропустить здания, чтобы они не сожгли, не уничтожили имущество. Во главе с Тумановым Алмазом они пытались захватить и получить кресло акционерного общества Кыргызалтын. Но так как у него не было никаких бумаг, никакого решения, мы его не пустили и сказали, чтобы было все в правовом поле, чтобы было все на законном уровне. С тех пор каждый день и ночь наши сотрудники и работают, и охраняют здание Кыргызалтына. То же самое происходит практически во всех наших филиалах. Общественно-политическая обстановка в стране влияет и на малый, и на средний бизнес. В Кыргызстане насчитывается около 600 тысяч субъектов предпринимательства, 70-80% из которых сейчас простаивают. Эксперты отмечают, что такая тенденция тянет назад кыргызскую экономику и наносит большой урон и внешней политике страны. Больше расскажет Бегаим Бегалиева. Это горящее здание принадлежит месторождению Джерой. 6 октября неизвестные ворвались в производственную зону и после беспорядков подожгли ее. В связи с этим золоторудное месторождение было вынуждено остановить свою деятельность. По той же причине приостановить свою работу были вынуждены и на угольном месторождении Каракечи в Нарынской области, а также золотокомбинаты, расположенные в Алабуке и Терексае Джалабадской области. В Кыргызстане насчитывается порядка 600 тысяч предпринимателей. Из них около 70-80% не работают в текущей ситуации, сообщил председатель Национального бизнес-альянса Столбек Акматов. «Если говорить по ювелирному сектору, то 90% из 945 субъектов не работают. Боятся. О предварительном размере ущерба бизнесу за эти дни сейчас сложно говорить. Но знаем, что некоторые горнорудные предприятия понесли ущерб на миллионы. А ведь самая сложная работа – вести бизнес, создавать рабочие места». Политические процессы напрямую повлияли на экономику страны, говорят эксперты. По их словам, политсилы, которые сейчас продвигают свои интересы, не смогли защитить некоторых инвесторов. Руководитель Союза предпринимателей Эрлан Еришеев призывает все политические силы задуматься над урегулированием ситуации в экономике Кыргызстана, потому что, по его словам, если не взять сейчас в руки экономику, то есть риск потери государства. «В первую очередь политическим силам взять политическую волю в кулак и создать условия для того, чтобы не нарушались права инвесторов, не громились предприятия, которые работают. И нужно вести политику таким образом, чтобы развивалось. Мы всегда говорим о привлечении инвестиций, о развитии экономики, но, к сожалению, в большинстве случаев остается все словами». Предприниматели и так обеспокоены тем, что шлейф полугодичного закрытия в той или иной степени ограничит перемещение товаров и услуг в другие страны. «Так еще и в рамках нынешних политических процессов в стране эта проблема усугубляется», – сказал президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Данил Ибраев. Он также добавил, бизнес-сообщество хотело бы, чтобы нынешние политсилы учли то, что надо создать безопасность и спокойствие для развития предпринимательства. «На сегодняшний день, учитывая, опять же, вялость экономики, связанность с мировыми тенденциями, то, что, опять же, связано с пандемией, она и учитывая те страхи, которые есть, когда любые демократические процессы в любой стране бы происходили, идет по статистике определенный отток и страх, наверное, где-то или боязнь вкладывать деньги в дальнейшее развитие и формирование производства, опять же, торговли, сферы услуг». Бизнес только начал оживать, открылись торговые центры, заводы, рынки, научились бороться с пандемией, начали поступать налоги. Но в связи с текущей ситуацией все снова остановилось, в то время как бизнес поднимает экономику. Поэтому его остановка в целом снизит доходную часть бюджета. Такая ситуация оставляет десятки граждан без работы и параллельно открывается путь к кризису, считают эксперты. Тем временем бизнес-омбудсмен Робин Ор Смит выражает глубокую озабоченность и тревожность в связи с текущей волной преступной активности, с которой столкнулось бизнес-сообщество нападениями, грабежами и мародерством собственности предпринимателей и инвесторов, сообщает Кабар. Эти неправомерные действия наносят не только существенный краткосрочный ущерб бизнесу и экономике страны в целом, но и имеют негативные долгосрочные последствия для бизнеса и инвестиционного климата, говорится в сообщении. Вдобавок в бизнес-сообществе указали, что в то время, когда стране необходимо привлечь больше иностранных инвестиций, чтобы помочь восстановить экономику и создать рабочие места, такая продолжающаяся незаконная деятельность и неразбериха будут иметь прямое влияние на инвестиционную привлекательность Кыргызстана. Потенциальные инвесторы внимательно следят и будут наблюдать за разворачивающейся ситуацией в стране. В свою очередь, бизнес-омбудсмен поблагодарил всех граждан, патриотов и правоохранительные органы, которые помогли защитить бизнес и частную собственность от грабежей в последние дни. «Призываю все стороны обеспечить защиту бизнеса и собственности, чтобы сохранить экономическую стабильность и будущее процветания страны», сказал Робин Ор Смит. Уже на протяжении недели ежедневное количество новых случаев коронавируса держится стабильно – более 200. Только за последние сутки запиксировано 275 случаев заражения, что на 30 случаев больше по сравнению со вчерашним днем. Подробнее об эпид-ситуации в стране расскажет наш корреспондент Елисей Кирпиченко. Коронавирус продолжает набирать обороты. Уже двое суток подряд фиксируется по четыре летальных исхода в сутки. Сегодня больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Баткинской области. Там за сутки заболели 77 человек. Тем временем в столице выявлено 40 заболевших, выздоровевших – меньше почти в два раза – 140 человек. Министерство здравоохранения, ну и правительством принято распоряжение, где утвержден план совместный со всеми министерствами, ведомствами, совместный план по подготовлению к пандемии COVID-19. На сегодняшний день мы видим, что идет строительство инфекционных больниц, идет перепрофилирование стационаров, запасы лекарственных средств, дезинфекционных средств, ну и, конечно, средства индивидуальной защиты на сегодняшний день приобретаются. Поскольку сейчас похолодало, начинается сезонный грипп и ОРВИ. Симптоматика всех вирусов схожая, будь то грипп, ОРВИ или же COVID-19. Поэтому врачи при появлении первых же симптомов рекомендуют человеку самоизолироваться. При любом появлении таких симптоматик, схожих к коронавирусной инфекции, пусть даже будет повышение температуры или какие-то недомогания, то нужно обязательно созвониться с семейным врачом. И, конечно, врач определит, какие меры предосторожности или какие меры нужно предпринять для того, чтобы не развилось осложнение от этих заболеваний. Врачи центров семейной медицины также отмечают увеличение обращений с вирусной симптоматикой. Люди не стали соблюдать противоэпидемический режим, не стали соблюдать массу, это дистанцию, носить маски. И увеличилось количество тоев. То есть это стали свадьбу проводить, тои проводить, на поминки ходить. Хотя акимиаты, милиция проводят рейды, запрещают, но, оказывается, их все равно не останавливают эти штрафы. И действительно, пока вирус никуда не ушел, он остается с нами. И самое главное сейчас – строго соблюдать все нормы личной гигиены, масочный режим и социальную дистанцию, что напрочь отсутствует на митингах в последние дни. За все же время пандемии в Кыргызстане зафиксировано 48 617 случаев заражения. Выздоровели 44 097 пациентов. Скончались 1077 человек. Елиси Кирпиченко, Азамат Джапаков, Аллатоу, 24. А между тем, в городе Уош откроют дополнительные пункты обсервации и изоляции. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. В муниципалитете на заседании обсуждена ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в городе. Вице-мэр Саебджан Турдуев дал поручение открыть дневной стационар в школе имени Алишера Наваи и объект для изоляции в школе номер 52. Кроме того, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм в общественных местах будут усилены рейдовые мероприятия и разъяснительная работа мобильными группами в каждом МТО, отметили в мэрии Южной столицы. Согласно данным, 9 октября в городе Уош за сутки выявили 25 новых случаев ковида и вне больничной пневмонии. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала наибольшее количество инфицирования коронавирусом в мире за сутки с начала кризиса. По данным ВОЗ, им заразились 338 779 жителей планеты. В начале октября ВОЗ предположили, что число заразившихся людей во всем мире может составлять до 10% от населения всей планеты. С начала пандемии инфекция выявлена у более чем 36 миллионов 700 тысяч жителей планеты. От последствий ковид-19 скончались более 1 миллиона 66 тысяч человек. Между тем выздоровели свыше 27,5 миллиона пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров ООО «Метте». Из сегодняшнего дня в Дома Бишкикча начали подавать тепло. Соответствующее решение принял городской штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду. Во внимание была взята и непростая эпидемиологическая ситуация. Больницы и поликлиники нуждаются в тепле. О работе энергообъектов в репортаже нашего корреспондента Аяны Дешикеевой. В столице начался отопительный сезон. Такое решение принял городской штаб по подготовке к ОЗП. Запуск отельных и тепловых сетей уже начали ТЭЦ «Бишкек-теплосеть» и «Бишкек-теплоэнерго». Столичная теплоэлектроцентраль на время осенне-зимнего периода заготовит более миллиона тонн угля. В качестве топлива используют также газ и мазут. ТЭЦ города Бишкек прошла весь необходимый объем ремонтно-подготовительных работ. Вот заготовлен необходимый объем топлива. Так как ТЭЦ, все тепломеханическое оборудование, это очень громоздкое объемное оборудование, всего на разворот всего тепломеханического оборудования по техническим параметрам уходит до 72 часов. Часть столицы теплом обеспечивает и «Бишкек-теплоэнерго». Общее же число абонентов предприятия более 30 тысяч, а еще более 70 соцобъектов, включая больницы и школы. Вот так, собственно, выглядит локальная котельная. И именно отсюда тепло поступает в здание 4-й горбольницы и 9 близлежащих домов. А это более полутора тысяч абонентов. Таких котельных в столице 66. В каждой из них круглосуточно дежурят слесари и техники. В данный момент из 66 котельных уже порядка больше 50% уже запустились на отопление. Большинство обеспечивает теплоэнергией западной частью города «Бишкек». Это микрорайон Джал, район Газгородка, район рынка Кудайберген, в районе Баят рынка по молодой гвардии, это Ленинградская. Этих районов обеспечивают теплоэнергией, это «Бишкек-теплоэнерго». Для решения о начале отопительного сезона во внимание была взята и эпидемиологическая ситуация. Больницы и поликлиники нуждаются в тепле. Подключение объектов по традиции продлится в течение трех дней. В первую очередь тепло будут подавать в медучреждения и другие соцобъекты. И уже потом в жилые дома и промышленные предприятия. Аяна Дюшикеева, Азамаджапаков, Аллато, 24. Волжские городские и областные родильные дома подали отопление, сообщил на пресс-конференции вице-мэр города ОЖ о субъекту Пчубаев. По его словам, по просьбе руководства областного и городского родильного дома, они были подключены к отоплению, так как там установлены модульные индивидуальные котельни. Горожане будут подключены к отоплению при сохранении температуры меньше 8 градусов в течение пяти дней. Как говорит вице-мэр, все котельные города ОЖ готовы к зимнему отопительному сезону. Отметим, что в городе более 700 многоквартирных домов и около 32 тысяч с половиной самоотапливаемых частных домов. Для этого в городе ОЖ развернуты около 15 точек продаж твердого топлива. Сейчас килограмм угля стоит от 4,5 до 6 сомов в зависимости от качества. Сейчас температура на улице плюс 12 градусов. По прогнозам синоптиков, через неделю температура может подняться до 24. Аллату-24 следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и пусть у вас будет все хорошо.